В Омске вынесли приговор врачам, по вине которых, как считает следствие, погибла роженица вместе с ребенком. Трагедия произошла два года назад в родильном доме номер 2. Как считает обвинение, медики поставили 36-летней жительнице Муромцева неправильный диагноз. Женщине нужно было делать кесарево сечение, но врачи ждали три дня. Продолжение этой резонансной истории в нашем материале. У 36-летней жительницы Муромцева Елены Гаврилиной осталась 9-летняя дочь. Беременность женщины протекала тяжело, поэтому ее направили в Омск. Но ехать в родильный дом номер 2 Елена не хотела. Категорически отказывалась, по той причине, что она работала в этом роддоме ранее. Вот это начало 2000-х годов. Видела это. Я это в суде неоднократно говорил. Значит, видел этот весь бардак. По версии следствия, врач Сергей Хитрин назначил Елене неправильную терапию перед родами. Я не признаю свою вину, действительно, потому что я уже как ранее говорил, что я действовал согласно всех клиническим протоколам и показаний для каких-либо изменений в тактике в отношении Елены Гаврилиной не было. Для меня и для моей семьи это очень тяжелая трагедия, потому что вот с того момента, как все это началось, действительно, моя жизнь очень сильно изменилась. Принимал роды другой врач Наталья Новосельцева, заместитель главного врача. Она настояла на естественных родах, хотя по версии следствия, женщине нужно было делать кесарево сечение. Ребенок умер в утробе матери. Елену оперировали и перевели в областной роддом, где женщина скончалась, не выдержала сердце. Защита пыталась оправдать действия медиков. Якобы у нее были проблемы с сердцем, но они не были выявлены. Также они апеллировали ко всему, к тому, что на период транспортировки 20-минутной практически здоровую женщину, как они поясняют, они якобы увезли из роддома номер 2 областную больницу уже привезли человека в состоянии уже не медикаментозной, а физиологической комы. Впрочем, врачей признали виновными. Сергею Хитрину назначили один год условно и запретили занимать должность гинеколога на такой же период. Новосельцева отправится в колонию общего режима на год и шесть месяцев. Она не сможет занимать руководящей должности три года. На заседании присутствовали родственники еще двух женщин, Елены Гайсиной и Оксаны Морозовой, которые также скончались в родильном доме номер 2. По этому делу расследование завершилось недавно. Смерти женщин обвиняют пятерых врачей того же роддома. Дмитрий Ковалев, Юлия Боброва и Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.